доброе утро мои дорогие доброе утро вот не знаю видно вам нет идет такой редкий мелкий снежок такой мелкий мелкий редкий падают такие мухи знаете такие белые мухи как у вас там дела я только проснулась мои спят еще у саша сегодня выходной ура мы сегодня поедем к марине вечером гости а мне витя прислал фотографии с моего двора сейчас вам покажу да вот такая вот красота вот с утра сделала еще два кончика еще такого шарфа эх нет у меня инструмента не беру с собой инструмент а потом тут вот скучаю и купить не могу надо ехать аж в центр а у меня девчонки чего-то заболел палец на ноге видимо подагра весна на осенью и весной разыгрывается короче говоря все не слава богу у меня вот такой короче сделала и и вот такой вот ну вот бог даст доберусь до дома одену шапочки бусины и будет красота лапка у нее под щекой как положено вот так на те посмотрите на мою лохматость я очереди сижу ты сейчас господи разбудила спи 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 зайчик спи они прям начинают смущаться тайгуша скажи хоть спокойно отдохнуть пока спит этот зверь и опять доброе утро добрым утром девочки и мальчики мы такое солнечное утро но прохладненькая опять вчера мы ездили к марине но я посмотрю там что и она снимала вечером мы возвращались по центру питера окно грязная машине плохо видно конечно я посмотрю выкладывать или не выкладывать но марин как всегда она такая хорошая вот но мы приехали она была в няньках сестра катюшка работает по вечерам так как леночка уехала марина вот сидела с алисой лес маленькой год пять месяцев будет вот и понятно с маленьким ребенком на руках она нас увидела так насторожилась сначала а потом ничего на руки пошла вот но все равно маленький ребенок и особенно не пообщаешься правильно вот накатались девчонки да и сжоги это далеко через весь питер практически ой но я так люблю вечерний питер и вот центр особенно но знаете что я архитектуру эту люблю старый для меня это просто вот как бальзам на душу ягу раньше по молодости лет ходили прям по всему невскому пешком а теперь такой ходок из меня что я рада когда меня возят так что уж вы простите что я из машины много снимаю для меня это радость хорошо на улице но видно ветер прям задувает сюда ладно я надеюсь что у вас все хорошо до начинаем новый день правда не знаете план на сегодня будут да не у нас выезжает завтра на игру она это ну это так игра называется на самом деле практически это как сказать-то господи выпало из головы в общем там во первых они в тулу едут там сотни человек участвуют ну это очень приближенная к боевым действиям очень много пиротехники там какие-то какое-то количество людей за местных жителей ну будет ну играть скажем так местных жителей кто-то там нападающих кто-то обороняющихся вот даня едет отвечает за так скажем за миротворческий состав войск это все продумывается готовится очень долго питание закупается ну в общем там там целая технология так что это такие взрослые игры страйкбол вот на три дня он уезжает почему я собственно и задержалась в питере потому что саша то работает вот а щенка они надолго еще вообще не оставляли одного ну как его оставить на весь день его же надо кормить с ним надо гулять да и вообще он как каждый ребенок требует внимания вот поэтому вот такие дела у меня уже был куплен билет я уже должна была быть а сегодня я уже должна была быть в крыму но вот мы подумали решили что надо задержаться хотя мне уже хочется домой потому что нужно сажать да и материал мне руки просто вот блин чешет мне хочется уже делать ну что делать надо же идти навстречу правда детям то вот поэтому вот так ну ладно пойду я умываться с добрым утром короче говоря хочу вам показать фотографию внимание разыскивай серийная разыскивается серийный опустошитель холодильников сашка маленькая какая-то зарёбанная ой сейчас прям целое приключение было у них вообще что-то с лифтами они такие медленные ужасно но сейчас это просто было что-то пять минут мы ждали лифт данте бедный уже начал скулить он уже сколько стерпеть то можно но всю ночь еще вот это вот когда уже думаешь все все сейчас я на улице а нет вот и грузовой лифт пришел просто битком вот и говорят что он на каждом этаже останавливался ну без вызова без всего в таком лифте ездить то страшно на улице хорошо так что я дома с собачкой много собачек ой тянет то дома эти сданы в одиннадцатом году вот а лифты уже никакие что скулишь дома золотой собакам хочет ну у тебя папа очень правильный сказал доктор нельзя тебе бегать скакать пока последить надо за тобой поэтому мы не идем к собакам да а тебе грустно я тебя понимаю да там псы такие тоже все маленькие в основном побегать то бы сейчас поноситься да ой скажи а я как дурак с бабушкой хожу ну чё делать данте надо посмотреть да люди кто с собаками гуляют у всех такие пакетики с лапановой за собаками убирают ну поэтому так знаете не видно кучи то кто там птица полетела цивилизованные собаководы стали мы тоже вот что то никак не сходим в туалет перетерпел что ли перетерпел что ли птички поют солнышко светит ой ну дам то господи ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Не зря. Мы ждали лифта 5 минут. И он останавливался на каждом этаже. Сломались облифта. Пойдем вперед. А ты думаешь, мне легко? На 8 этаж. Пойдем, пойдем, пойдем. Видишь, какой опыт жизненный. Нет, зайка, еще нам долго идти. Пойдем, пойдем. Давай, Данта, вперед, вперед. Не ходил никогда по лестницам столько. Давай, давай, давай. Давай, зайца, ну, пошли. И садится. Не понимает, да, зачем идти по лестнице. Ладно, сейчас передохнем. Мне тоже тяжело. Вот так вот, 8 этаж. Мы штук до пятого дошли. Вот такое вот приключение, как оказалось. Мы штук до пятого дошли. Вот такое вот приключение, как оказалось. Зур-проводы есть. Но они все заварены. Мы дошли. Тихо, Данта. Ой, господи. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Бегом, бегом домой. Фух. Подвиг совершили. Так. Норма. Можно. Меня вот это так умиляет. Просто надо же. Такая послушная собака. Да, забыла, мои дорогие, вам сказать. На днях сделаем мы прямой эфир. Но вот когда это будет, точно вам сказать не могу. Потому что завтра Саша работает. В празднике она тоже работает. Вот. Так что может без предупреждения начаться, мои дорогие. Кто хочет пообщаться, короче говоря, следите за видео. Ну, это точно будет к вечеру. Потому что днем-то толку мало. Вот. Так что жду вас пообщаться хоть с вами. Жалко вот, что не видно людей, когда прямой эфир идет. Мне так вот на вас на всех хочется посмотреть. Потому что по фотографиям дело одно. А когда вот с человеком разговариваешь, вот по видео, ну, совсем другое. Уже вот даже когда комментарии-то пишете, я уже вот знаю, кто это. Кого я видела. Очень жалко, да. Но все равно. Может, какие вопросы есть у вас? Может, что-то вам интересно? Спрашивайте, я вам отвечу. Обычно у нас редко проходят, конечно, у меня прямые эфиры. Вот последний в январе был. Но всегда очень как-то весело. Я прям потом в таком настроении приподнятом. Вот так что на днях будет. Завтра-то точно не будет. А потом вот, не знаю, там, как у Саши график. Вот. Так что, надеюсь, пообщаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.